Добрый день! Сегодня покатаем сразу две модели от торговой марки Рема Хобби. С одной стороны у нас бесколлекторный М-Макс, а с другой стороны это бесколлекторный динозавр. Буквально недавно снимал небольшое видео, чисто теоретическое, рассказывал в чем плюсы и минусы той или иной модели. Это видео можно будет посмотреть на канале, а сегодня будем их немного тестировать. То есть сравним две эти машинки. Как видите, динозавр у нас побольше, М-Макс у нас поменьше. Возможно за счет этого он будет более маневренный и динамичный, за счет того, что колесики здесь тоже поменьше. Это у меня М-Макс, который уже немножко перетюненный, потому что здесь уже и заменены некоторые элементы. В ходе эксплуатации поломались и привода не заменены здесь уже на металлические, металлонакладка. Единственное, я обратно поставил здесь колеса, но по ходовой, в принципе, там рычаги плюс-минус здесь целые, кроме, ой, в смысле родные, кроме заднего левого. Вот здесь капролон, потому что он сломался. Здесь у нас из тюнинга только установлены задние привода усиленные, потому что вышли из строя, передняя и вообще передняя часть полностью вообще стоковая. То есть, смотрите, опять же, сейчас не будем говорить там о крепости и надежности машинки. Как раз и об этом я очень так подробно и долго рассказывал в теоретической части. А сегодня больше покатаем, посмотрим, какая разница в динамике, в ускорениях. Потому что, по сути говоря, электроника здесь стоит у нас штатная и стандартная. Тоже, две модели готовы к запуску. Единственное, начинаем мы непосредственно с 2С аккумулятора. Динозавра немножко развернуло. Пространства много. Динозавр что-то прям несет вообще сильно. Макс. Хотя, по факту, ну, за счет того, что колея у динозавра больше и он, в принципе, несколько длиннее управляться, он по бездорожью, там, ну, здесь, видите, совсем прям ровненько так, не надо врезаться, он должен немножко все-таки получше. Но за счет того, что большие колеса, налить, скользко, все-таки разблокированный дифференциал, его начинаете немножко носить. Макс в том плане, смотрите, прям носится. Вообще класс, а. Ну, хотя, опять же, на льду немножко сложнее им управлять. Главное, лобовое не встретить. Так, небольшой вот тут препятствия. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Динозавр в обраточку. Легко. Макс может так. Бам. Ну-ка, давайте, у нас здесь горочка, давайте посмотрим, кто у нас царь горы. Динозавр. Он до сюда добрался. Ну, сам слезть, видимо, не сможет. И Макс так вообще застрял на ровном месте. Так, давай. О, видали, Макс, а выше залетел. Ну-ка, динозавр, давай, еще разочек. Ну, он цельтанул, вот интересней. Так, давай, Макс, наверное, еще и сам слезет. О-о-о-о-о. О, почти молодец. Так, медленно трогаемся. Разгоняемся, разгоняемся. И полный газ. Так, ну, динозавр развернуло. Ну, смотрите, вот так вот по ощущениям сейчас гоняем. Прога будем догонять динозавр. Мне кажется, динозавр, все-таки, ну, опять же, за счет колес большего размера, да, он трогается немножко помедленнее, но максималка у него идет все равно несколько выше. То есть вот я сейчас именно динозавром управляю это все это время. По максималке все-таки, мне кажется, все равно у него побольше. Опять повторюсь, мы на 2С аккумуляторах ездим. Так, поменялись машинами. Теперь я на ММАКСе. Ну, да, вот когда вот сначала на одной машинке сразу вторую берешь, все-таки чувствуется, что ММАКС, он помедленнее. Хотя, смотрите, двигатель у ММАКСа идет на 3300 кВ, а у динозавра на 3300, там обновленный, более тяговитый, более мощный, опять же, чтобы раскручивать его колеса. Плюс динозавр потяжелее, хотя, опять же, ММАКС, он сейчас именно утяжелен, потому что привода тяжелые, вот эта накладка с бамперами, нижняя полностью металлическая, она достаточно тяжелая. Плюс снежок закидывает туда. Все равно ему тяжелее, возможно, в какой-то мере. А, кстати, у меня еще и амортизаторы утяжеленные стоят. Кстати, их немножко перезаправил, потому что перец немножко просел со временем. Ну, по ощущениям все-таки, что, да, динозавр, блин, такое ощущение, что динозавр даже немножко стартует подинамичнее. Бам! Вот так, конечно, не надо. А, и ММАКС остановился. По кочкам, по кочкам. Бам! Так, теперь и ММАКС, так же медленно прогоняемся, и по бездорожью пойдем кочкам. Тык, 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 тык. Ну, скажем так, смотрите, вот по ощущениям управления ММАКСа и динозавра, ММАКСом управлять несколько комфортнее. Его меньше все-таки носит. Чуть более предсказуемое, наверное, управление динозавра. И вот при выжимании полного газа, его, как бы, начинает сильнее раскручивать. И поэтому приходится немножко либо сбавлять, либо постоянно его ловить, грубо говоря. В этом плане ММАКС, он немножко более комфортный в этом управлении. То есть, четче понимаешь, когда нужно нажать газ, то есть, само ощущение самого управления, заноса чувствуется лучше. Но вот по этим, понимаете, кочкам вот таким неровным динозавр ехал увереннее. Колеса больше, он шире. То есть, вот ММАКС, вот он прям сваливается. Динозавр, в этом плане, он как бы ехал поинтереснее. Ну, скажем так, свои плюсы и минусы везде есть. Такие прям неровно секочечки. Так, давайте на нас. А, ну или давайте ММАКСа в кадр. Тоже бум-бум-бум-бум-бум. Ну, наверное, плюс-минус. Опять же, повторюсь, ММАКС немножко еще утяжеленый. Хотя нет, видите, ММАКС все равно он легче. И он скачет несколько больше. Вследствие этого немножко... То есть, динозавр прям сглатывает эти неровности. Ну, это, повторюсь, это вот краски размер автомобиля. Вот она разница. Так, давайте небольшую какую-нибудь горочку найдем. И потом будем уже ставить треск аккумулятора. Так, давайте мини-трамплин. И второй не получилось. Давайте еще разочек. Бам! Так, теперь, что покажет ММАКС. Так, тут неровности. И куда-то его ввело. Нет, давайте. Разгончик по-большему туда уедем. Динозавр застрял. Разгончик на ММАКСе. Бум! Неровно там неровности. Он даже не мог поедать. Давай, динозавр. И его опять куда-то уносит. Кто-то, смотрите, сам выехал. Воу-воу-воу, юла. Так, медленно не трогаемся. Разгоняемся. Бум! Надо реально вот динозавра прям ловить. То есть, все-таки, его уносит. Ну, в принципе, то же самое. Давайте поставим 3С. Что ж, давайте 3С. Давай, раз, два, три. Поехали! Кстати говоря, вот смотрите, на 3С, насколько, не знаю, это было видно. МАКС все-таки порезвее тронулся. То есть, крутить начал резче. Пошел немножко побыстрее. То есть, в этом плане динозавру немножко не хватило. Но вот сейчас динозавром стало управлять еще сложнее. Сейчас, опять же, взял именно динозавра. МАКС там летит куда-то в сугробы. Вот, вот прям вот унесется. Оп, и куда-то застрял. Вот, и МАКС тоже его разворачивает. Теперь стало резче. Так, аккуратненько. Так, тут динозавр он стоит, ждет. Ну, и динозавр вообще тронуться с места прям проблематично. То есть, нужно медленно ускоряться и бум. Обратку. Бам! Ну, пока, надеюсь, ничего не сломаем. Так, и МАКС. Передем железным бампером. Так, динозавр разгоняемся. Какой прекрасный полет, хороший удар. Пока все целое. Ну, смотрите, на тресе. Вот по ощущениям, опять же, наверное, машинка большая. С одной стороны, увереннее управление. То есть, он там реально сглатывает. Как-то комфортнее в этом плане. Но вот сам маневр, и когда в повороты входишь, приходится сильнее тормаживать. МАКС как-то все-таки динамичнее это все-таки делает. Бам! Какой-то очень неприятный. По-моему, я сломал его. Так, ну вот, динозавр. Мы его сломали. Смотрите, разогнался на тресе. Вот эта гора, насыпанная снегом, соответственно, она твердая. Просто лобовой жесткий удар. И автомобиль у нас немножко сложился. Вот так это у нас смотрится снизу. Вот эта рогатина, она, видите, сломалась в двух ножках. Соответственно, рулевая тоже подвыскочила. Ну, все остальное, карданчик вроде так посмотрел. Даже элементарно бампер полностью целый. То есть, удар на себя принял. Но вот эта часть сломалась. Напомню, на динозавра можно поставить сюда металлическую накладку, которая, не скажу, что супер помогает. Она от удара все равно там подламывается. Вот эта же рогатина под железо накладкой. Она все равно наломается. Но вот от таких лобовых ударов она немного все равно дает жесткость и вероятность сломать несколько было бы ниже. Ну, в общем, динозавр пусть полежит. Давайте немножко покатаем еще и Макса. Так, ну, взял теперь и Макса в руки на триейсе. Также пытаемся от повороты. Там разворачиваться более резко. Ускоряться. Там жму газ в тормоз. Там повороты в максимум. Чтобы именно ощутить разницу. Да, по ощущениям, по динамике он стал поинтереснее. Ну, то есть на триейсе, понятное дело, что в сравнении с 2С. Но вот по ощущениям, то есть на 2С, такое ощущение, что прям не хватало ему. Вот на триейсе прям бодренько поехал. Повторюсь, возможность из-за того, что он утяжеленный, поэтому и было такое ощущение. Сейчас триейс мощно седал. Соответственно, вот эта разница в весе, она уже не столь ощущается. И он прям едет уже неплохо. Но вот краски в повороты все-таки он входит увереннее. И я несколько быстрее выжимаю полный газ. То есть если там не выжимать полный, то с такой скоростью это вообще легко. Но при этом надо. Уже ускорился. Машинка пошла, в принципе, туда, куда я хочу. То есть двоякое ощущение. От управления две разной машинки докатаешь. А если подытожить. И Макс все еще маневреннее. Набирает скорость, наверное, динамичнее после поворотов. Немножко более предсказуемый в такой поверхности замерзший снежный, когда вот он его несколько несет. Управляемость, в любом случае, хуже, чем там было бы на асфальте или там по земле. Это той же. Бампер еще на темно-косеках стоит. Кажется, что он вообще перекошенный. Но это не перекошенный Макс, а перекошенная уже металлическая накладка. Потому что сколько раз я ей врезался. Вмятая просто в бампер. Если посмотреть, вот так сбоку, видите. Пластиковый бампер вжат просто в корпус Александрова. И, соответственно, бампер вдавливается туда. Но динозавр при своей именно массе, он лучше глотает неровности. Он эти неровности сглатывает хорошо. И за счет этого какое-то ощущение уверенности при управлении автомобилем. Котчечка. Что-то, мне кажется, отлетело опять. Ну, крепление стало теперь такое максимально универсальное. Вот это тоже рогатинка такая, которая крепится к кузов. Она раскрошилась на несколько кусков. На самом деле, Александр был здесь сломанный. Там, видите, сетка, серпяночка. Я проклеивал так простецким образом, чтобы чуть-чуть просто скрипеть. Но четкий удар сюда всем весом автомобиля. Я уже ломанула. Ну, держится сейчас вообще, корка вообще отлично. Смотрится тоже прикольно. Ну, вот клипсы не потерять бы. Полный газ. Полет. И колесо отдельно. Я считаю, что это фееричное завершение теста ремохобби и макса динозавра. Данный диск, он просто раскрошился. Здесь основание лопнуло. Здесь оно тоже развалилось. Но, обращу внимание, здесь стоят у нас GPM-овские привода. Полностью целые. Даже вот я смотрю, что даже ось особо не погнула. Ступица, все остальное тоже целое. Хороший удар в колесо. Загнулось. И, соответственно, все сломалось. В общем, надеюсь, вам очень понравилось так же, как и мне, их катать. Этот тест ремохобби. Не забываем, что ремки это все-таки бюджетные автомобили. На улице сегодня где-то минус 7-8 градусов. Все равно подмерзло. Прыгали максимально. Старались выжимать полный газ вообще всегда. Это тоже нужно понимать, когда тестируем. Вот так прямо на максимум катаем данные машинки. В общем, если все понравилось, не забываем, что можно поставить лайк данному видео. Написать комментарий. Ну и, в принципе, все. Всем пока. До следующего видео.